The last one Welcome, welcome, welcome Последняя игра у нас на сегодня Русские там гоняют 7-9, Бранд всех убивает Может даже что-то получится Но пик у них посильнее будет Потому что Алистар будет настолько юзлос в лейтгейме Он не может ни в Мальзахара влететь Шен, Рик Сайка Им насрать то, что он будет делать Ну вот сейчас он влетел, ну и что это такое Сейчас просто геноцид подстроило Где Брандовская ульта? А Брандовская ульта уже зашла Ну вот мы идеально, ребят, зашли И сейчас мы увидим, как просто полный разнос будет Для команды Сайгон Я их так называю Чудом выжили Чудом, скажем так, выжили Мне кажется, тут гораздо больше должны были игроков они потерять Это учитывая, что они сделали идеальную инициацию Но у них это не получилось Ну а мы идем так, к правильной игре В правильной игре Влад не забанен Не придумали до сих пор целлвишники, как убивать Влада В прошлый раз они его забанили Имморталы, как первые Наконец-то проигравшие Выбрали себе сторону А нет, это последняя игра У них была эта сторона выбрана Потому что они выше в таблице были Да-да-да Эта сторона была изначально им выбрана Пятая игра Она всегда была в их пользу Но в данном случае это ничего им не дало Потому что они так и так четвертую игру проиграли Так что пятая игра для них Так и так это сторона Они бы ее могли и выбрать сейчас Хотя, может быть, сегодня они бы выбрали и другую уже сторону Они должны были заранее назвать, где они хотят играть пятую игру Ну и ферст пиком они забанили Гнара Но пикнули Влада В ответ получили пик Северки Хотя сами банили Джина Что-то я не въезжаю в этот прикол И Джакс от Даршана А, не-не-не-не Это обман Это обман, ребят Это был обман Я подумал, Джакс уже будет А, это чемпион селексуич продолжается И это Гребаный Шен и Браум ПКД продолжается Гребаный Шен и Браум продолжается Это чемпион селект багнулся у них Нарисовали нам, как будто они злокинили И Варвика злокинили Но в этот я точно не верил Варвик, тем более, был злокинен вторым А вот в Джакса я верил Да, Даршан может Джакса играть Но рискнул бы он в конце это сделать Думаю, нет Имморталы За нехваткой Адекерии Либо надо пикать контру К Севирке Это Твич Это Калист Это Тристана Но на линии у нее очень тяжело Все И там Браум Тристана не годится Но Имморталы пикуют гея Тарика И гея из Реали Самый Гомофобный ботлейн Будет походу Ну, вроде Вайлд Тортал уже хочет Остаться на Эзе Не нажимает ничего Никаких лакинов Чемпион сам Залокинется И остался у нас Пик для Хухи Видит он полностью весь сетап Видит, что Будет ульта Будет отхил Ассасин не годится Сразу Ассасин отпадает Ауэдамагер без контроля Тоже не годится Нужен Ауэдамагер с контролем Опять только Мальзахар подходит И даже он здесь кривовато заходит Это даже хуже ситуация, чем была тогда с Мальзахаром Синдра Я за нее голосую Но Если что-то пойдет не так То Израиль просто уничтожит эту Синдру В лейтгейме Но если все пойдет так То Синдра идеально здесь зайдет А, ну а Синдру они боятся брать Потому что Влад ее побеждает На линии очень жестко Самое смешное Но Тима АП здесь гораздо лучше Даже чем Мальзахар заходит Я не шучу Тима АП И во много раз лучше здесь зашел бы Но это гипотетически Если представить, что он линию бы отстоял Более-менее ровно с Владом по фарму Ну там за Мальзахару он там проигрывал Сколько? 10 мопцов К 10 минуте Ну и за Тима, если бы он стоял Full ability power минус 10 мопцов То дальше Хотя бы от него бы польза была От Мальза что-то я слабо вижу здесь пользу Кого он еще мог пикнуть? Ксират Вот Кстати, вот их вариант Ксират Контроль Все, идеально Вот Ксират здесь идеально зашел бы Зикс Теоретически, но У Зикса опять же проблема с Изреалем Изреаль прыгает постоянно От всего уворачивается У Ксирата с пылой хотя бы Мгновенно кастуется Их задоджить только Ешку вы можете А все остальное охрен задоджишь И эти ульты, которые с каждым левелом Все больше и больше становятся 5 ультов в конце игры Ну и Зикс еще сам слабоват Да, согласен Вот Ксират просто идеально здесь заходил Я сейчас вот так вот подумал А Нивия тоже классно заходила А Нивия, Ксират Это вот то, что нужно было пикать А Нивия, Контроль Маг Шикарно Изреаля вообще Плюет в лицо А Нивия Изреалю И еще Можешь Как хухи Фэйсчекать все кусты Тебя никто не убьет А если убьют У тебя яйцо есть Но Имя он не играет Взял Мальзахара Который вроде как Неплох должен быть против Влада Но мы с вами уже видели Как он за Влада отыграл Вторую игру Когда был пикнут Влад Ничего хорошего не показал Проиграл по фарму Проиграл игру А сейчас еще хуже ситуация Не забывайте о том Что Адриан есть На Тарик Извините На Тарике И Изреаль Ну Изреаль в том смысле Что ему так и так Кьюсэс годится То есть Всегда нужно Учитывать тот факт Что Мальзахар Будет вынуждать оппонентов Собирать Кьюсэсы И вот тут надо Элементарно задаться вопросом Выгодно ли будет И Хадекери собирать Кьюсэс Выгодно ли будет Топлейнеру собирать Кьюсэс И везде здесь ответ Да, да, да И топлейнеру нормально Кьюсэс И Ну понятное дело Мидлейнеру не выгоден Кьюсэс Это всегда так Потому что они АПшники Но Эзу идеален Кьюсэс Никаких проблем Он нигде там в билде не застревает У Эза как раз После его корт 4 айтемов Всегда выбор идет Что покупать дальше Ласт Виспер Если у оппонентов есть танки В данном случае это нужно Ласт Виспер И тогда остается у тебя 1 айтем И вот там вот многие Эзы Уже фанатит Кто БТ покупает Кто Кьюсэс покупает Кто Хекс Дринкер покупает Хекс Дринкер против Ассасинов БТ против Покеров Кьюсэс против Олэнчиков Со Станом Вот все Ну и то есть Эз вообще счастлив здесь У него самая фрешная игра будет Другое дело Что ему очень тяжело Передамажить Рик Сай Кьюсэна Но опять же напомню Рик Сай Кьюсэн То уже были пикнуты То есть Пик Мальзахар От этого не менял Дело То есть Нет такого Что пикнул Вы пикнули Мальзахар И вдруг Рик Сай Кьюсэн Стали танками И были Танками И остаются танками Фервор Взял Хуни На топ На этот раз Кстати говоря В первой катке Когда он играл Против Шэна Он по-моему был Без Фервора Ой какой стан Хороший от Адриана На Велтортл Сразу был кинут экзост Потому что в ответ Адриан кидал экзост На Стик Сай И это будет Большие проблемы Презакил тратить Стик Сай продолжает Сражаться Нужно переключаться На Адриана А для Адриана Надо стан прописывать Дает кушку Но надо было Наверное кушку Выцеливать Велтортл Кушку дает Велтортл По Стик Сай Но она попадает В мопца И получилось так Что Выгранные Размены Имморталы Потом проиграли А сейчас выиграли Потому что У них тупо Больше мопцов Стало И сейчас За счет хила Будут выживать Напоминаю Что у Адриана Есть хил И он сейчас Этой W Будет хилять Постоянчик Или это Ешка Нет W это Это Не хил W это щиток Он сейчас Его потратил А дальше Будет у него Хил через Ешку Да Иксмити Собрался делать Ганг Но без Ешки Он со спины Идет Но без Ешки Пошел Улын По Адриану Адриан понимает Что уже Жопа Уже пытается Развернуться Чтобы убить Стиксай Но у Стиксай Есть все еще Хил Стиксай пока Остается в живых Но делает Все же Ферстблад Тортл Прилетает сюда Еще Эко Делает тоже Кил Иксмити Вместе с Хухи Теперь будет пытаться Добивать Хухи делает Кил Но умирает При этом Эксмити Хуни Цепляется под Хухи Огромное количество Мопсов Накастовано А где же Даршанчик А Даршанчик Решил не прилетать сюда Я не уверен Что это было Правильное решение Со стороны Даршана Не лететь сюда Три в два Разменялась Команда ЦЛГ И они Проиграли Ферстблад В кои-то веки И Одновременно С этим Отдали Еще и Килл лишний Ну и че Шен не нажал Телепорт Тоже надо было Нажимать ТП Вот представьте Он бы нажал ТП вместе С Вот нажимаем паузу Прилетает сюда Шен Прилетает сюда Хухи Представьте этот момент Знаете что произошло бы Минус два этих игрока И возможно Рейновер бы забайтился Это было бы Минус три игрока В итоге они делают Один килл И теряют На этом Рексайку А так Это было бы Минус два И возможно Еще забайтился бы Грага Чтоб убить Одну Рексайку Но при этом Бы сдохнуть От Остальных Это было бы Четыре в три Тогда Размен Но Мне не понравилось Что Даршан туда Не полетел То есть Хуни почему-то Не пожертвовал Своих мопсов На топе И полетел А вот Шен такой Не-не-не Тут три Три мопса Тут надо Ласхитить Сейчас Мужики Надо Ласхитить Я хоть и третий Левел Но хочу Поласхитить Немножко Ну Поласхитина Мидлейн Матчап Нам сравнивают Хухи Кда Попытаются Джинни И проиграл На Джинни Все по-честному Но он еще и на колесте проиграл Три-два У нас Счет Игра Остановилась Остановилась Потому что Нет телепортов Джанглеры В такие моменты Про себя думают Лучше я пофармлюсь Чем буду что-то делать Сейчас Потому что делать Можно только на ботлейне А там надо Чтобы как-то Звезды сошлись Чтобы линия Стала правильная И Самунирки Не успели еще откатиться И вот такой момент Не удался Скоро уже Самунирки откатятся А что у нас на то В Натопе Шэн шестой Начинает Ярить Хуни Ну Шэну надо Ответочку давать Я имею ввиду Не против Хуни Ответочку На ботлейн Полет делать Ну Телепорт уже откатился У Хуни Попытался Шэн Посражаться Пока он был не закуплен Но самое смешное Что Хуни тоже был не закуплен Так что я не совсем Езжаю Почему Шэн Настолько проиграл По деньгам у них все одинаково В Иксмите пошла здесь Ульта Рэн Что? Не, ну Ребята Мне кажется Они вообще Сейчас Настолько Не о том мыслят Пятая игра Напряжение Пятая игра Уже Из которых Три игры Шли За 40 минут Ну то есть Ребята Вообще Сейчас Не о том мыслят Не понимают Что происходит Там Даршан Может быть Даже не услышал Там сказали Что на ботлейне Файта Даршан У него там Песенка Играл И он Просто Фармился И песенку Слушал Свою Отобрали у Рик Сайки Красный Баф Адриана Выскакивает Рик Сайк Адриан Всего лишь Пятый левел Рик Сайка Будет за ним глянться И это минус флэш И раз Это минус 10 То можно еще Подняться наверх И еще один пинг Выбить Это очень хорошее Сейчас давление Иксмити окажет Да он Два пинка Выбивает Лес захватывает И теперь сюда Уже не подойти Реновера Так как хотелось бы Реновер все равно Впрыгивает Иксмити Правда у него Ворует Большого Раптора И Давление Дальше будет оказывать Потому что Теперь Северка Запушила Эза И смещается На красный Баф Ихухи Запушил Ну зачем Вот зря Эксмити Показал свое местоположение Может быть Ну может быть Грагас бы Фэйсчекнул А кто знает А вот из-за того Что он Прикольная попытка От Эза Ультануть И забрать Но в итоге Эта ульта прилетит Наверх Нанесет урон По Даршану И Хуни Может сейчас Ассистик сделать Для Даршана Впрыгивает Но Даршан дает Дабл Мне кажется Хуни немножко Здесь перевайтился Он ступает Очень хорошая Дабл А из-за того Что Грагас на бэке Эза ульта Потеряна Решили ЦЛГшники Забрать Дрейка Но Прочувствовали Эту ситуацию Имморталы И сместились сюда Очень хочет Эксмити Закончить 2200 2200 Карл Он говорит 2200 Ну 1200 Сейчас снять И как бы Забираем Даршан Риколец Это означает Что он потеряет Мопцов Он не решился Остаться на линии Еще чуть-чуть Ну Не знаю По мне Можно было Оставаться Вряд ли бы Его хуй не убить Хотя Может я ошибаюсь Но мана ему хватало На прокастом W Кушка Плюс ешка На это прокастом Хватало Смотрите С фервором Как он оказывается Шена разрывает А здесь у Реновера Большие проблемы Эксмитти Закопаться И подкинуть Ты что Ты что Боже мой Может он был Только что В закопанном состоянии Но Где он был закопан Он должен был Просто через ешку Начать рапторов Своих делать Следовательно Он не должен был Быть в закопанном состоянии Но я не думаю Что он ошибся Это скорее всего Он только что Был в закопанном состоянии Ну боже ты мой Какие ошибки Какие ошибки Причем больше ошибок От CLG идет Чем от Имморталов Как будто Перегорели ребята Хотя это они Предыдущую игру Выиграли И перегореть должны были Как раз таки Имморталы Здесь вышка Уже скоро упадет На ботлейн Ну не знаю Ребят Да даже здесь Вот этот килл На Реновере Надо было все равно Продолжать делать Есть флеш У этого Эксмити Хухи потратил флеш Уже надо его Доделать Этот килл Шен у тебя есть За плечами Если что Он прилетит Почему нет Ну ладно Тут комментаторы Сейчас тоже Об этом рассказывают Говорят что Можно в наглую Заходить в чужой лес Байтить На то что ты идешь В неудачный Тимфайт А сам Будешь использовать Даршановскую ульту Для хорошего файта Хорошо здесь Даршан Затаунтил Хуни Подвышка И хуни получал Очень много урона Но хуни Не он бэкался Бэкался тоже Он бэкался Я смотрю по айтемам Все нормально У них сейчас Одинаковые айтемы По деньгам Ну чуть дороже у хуни Потому что он Скиллом и ассистом Ну Даршан Выдерживает Правильно говорят Английские комментаторы Работает на славу Здесь он Ему не хватило Денег на Синдер Халк Поэтому купил себе Руби Кристал И арморку Такое тоже бывает 700 голды Она до 1100 И он решил Вместо того Чтобы купить Просто один Один Руби Кристал Лучше вот такую Сделать Покупку А уж потом Все равно Синдер Халк Ты сделаешь Если тебя сразу Не убьют Когда ты прилетишь На линию Там тебе денег Уже хватит А возможно Тебе сразу Хватит на это И плюс арморку А для Экзостис Тиксэш Там Ульту Не дает Здесь Я думал Сейчас Валтортл Дарст ульту Тут просто Смещается На ботлейн Команда Иммортал Много урона Пошло по афраму Но они заметили На вардах Там еще Рик Сайка Сигнализировал Об этом информацию И получается Старик потерял Очень много ХП Ни за что Ну а афраму Терен потерял Потому что В конце Начал отступать Но мне нравится Как здесь Изменения Хуни провел Он взял себе Просто фервор Понимая Видимо Насколько у него Есть доминация На этой линии Он взял И решил фервор И теперь Побеждает Совсем жестко Но Он побеждает Еще даже Пре-с-х Левел Как видите Ой Не пре-с-х А Пре-тринити-форс Левел Без тринки Даже Отдалевает Шена До этого Он его отдалевал Просто потому что Пушил И ему Не пофармиться Было Даршану Но самого Победить Даршану Он не мог Если Даршан В него давал таунт Он побеждал Его с запасом А теперь Хуни С запасом Его побеждает Вынужден Даршан Флэшиться Флэшиться за ним Хуни Это минус Даршан Или нет Прыжок Но маны нет Это был бы килл Ребят Это был бы килл Но маны нет И нажимает Сразу Телепорт Потому что Он увидел Что этого Иксмити Подходит По варду Вот ему Маны не хватило Он Убил бы этим прыжком Он бы убил Даршана этим прыжком И начал Грага Сделать Дрейка Но Иксмити Тут же На своей ульте Прилетел сюда вниз И говорит Спасибо за пул Дрейка Я его заберу Можно У нас еще есть Шен Если что Шен сюда может тоже прилететь Если начнется битва Поэтому Дрейк Конечно же Отдается Имморталами Они это понимают Прекрасно И Вот это было Хреново Это было действительно хреново Учитывая что Хуни мог Все равно оставаться Просто на топе Не умирая Сохранять преимущество Над Даршаном Но Даршан Как будто Как специально Проигрывать Начал линию Именно в тот момент Когда подходит Рик Сайк И проиграл ее так Что прям писечки Не хватило Хуни его убить Была бы Ешка Он бы его убил Там Прямо вот там же Под этой вышкой Ну и дальше уже Конечно же Не убежал От Эксмити А если бы была Мана Возможно Я и от Эксмити Убежал Но Сам виноват Не посчитал Маны Типичное оправдание В Соло Ку Блин Не посчитал Сколько маны Ну Не играет За этого чемпиона Если не знаешь Сколько монопул У него Сколько спеллы стоит Че удивляешься Санфайер И арморку Купил Даршан Прямо как я и заказывал Я думаю Прямо как и он Заказывал И сейчас он Очень хорош Даршан Начнет побеждать Хуни Даже наверное С Фервором Хотя нет Видите С Фервором Неплохо разменивается Даршан Извините Хуни в ответ Это вот как раз Тот самый момент Который Я все обсуждаю То что он взял Фервор Вместо Граспа Как он был В предыдущих играх В этом же матчапе Там он только С Тринкой Начинал Теперь он побеждает И просто так Может быть Это вообще Для Шена Тогда будет Проблемной линией Не попал Извините Не попал Но пинг Сяно выбьет И это минус вышка Будет Или Адриан Отменит рекол Не Ну тут уже С подошел А минус вышка Куда будет Игроки С СЛГ Среколились Я уже сплю Не увидел Что они среколились Я жду А когда же Они подпушат Там опсов Они ничего Не подпушивают Они среколились Хухи Не забирает Весь кемп Забирает Забирает Только мелких Он все равно Отстает Эпик по фарму 129 на 140 Даршан Реколился На варде Ему отменили рекол Сейчас Даршану Пришлось Худо И придется По-моему Через телепорт Возвращаться На эту линию Тут комментаторы Да Говорят Что ферстблат Вышки то Может произойти Потому что Даршану Надо будет Сейчас уходить Из подвышки Значит Хуни Сможет ее сломать Даршан пытается Сохранить эту вышку Потому что А не потому что Потому что к нему Иксмити идет Но это зря Ну и хуни его убивает Один на один А фраму с флэша Делает подкидывание Но отфлэшивается Реновер Не вот сейчас только с флэша Он гонится за ними И здесь уже Северка выходит Северки могут возникнуть Небольшие проблемы Автоатака Не успевает нажать ульту Подходит по белтер Получает экзост На него идет ульта Он получает ульту Этого Тарика на себя Бессмертный Делает килл Убивает Ну хухи Все еще жив Он кстати Очень много урона Сейчас нанесет Если он убьет по белтеру Он может убить его А то после этого Возникнут проблемы Но Тарик дает Великолепный стан А все это время Сраная Риксайка Гоняется Ребят Риксай Ну серьезно Ну это совсем не то Что ты должна была делать В этот момент Это совсем не то Чем он должен был заниматься Он гонялся Все это время Ребят В кошки мышки Там играл В салки Поиграть решил В финальном матче Бест оф 5 Вместо того Чтобы плюнуть уже На Кто там Грагас от него убегал Плюнуть на Грагаса И развернуться сюда Помогать И выигрывать Этот тимфайт Тортл с флэша Ой С Ешки Забирает эту вышку Ой Умер Но ульта Откидывание Иксмити с флэша Подкидывает Но не хватит демеджа Потому что здесь В риф идет Ну это все Это поплыв гейминг Поплыв гейминг Стиксая убивает Хуни Может дальше продолжать Погоню Но его это уже Не интересует Адриан Просто разваливает Своим тариком В соло Всю Всю игру Команды ЦЛГ Провал Заключается в чем Ненужный Давайте пойдем Правильно Мыслить Совершенно Ненужный Браум Это первое Что нужно обратить Внимание Они пикнули Браума Потому что Афраму больше Ни на чем Не играет Ему надо Пул расширить Нельзя играть Только на одном Барде Это ненормально Чувак Хватит Ну должно Хватить Должно Должно Нет Здесь подходит Адриан И говорит Не, не хватит Мужики Точно знаю Не хватит Ай 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 Афраму Впрыгивают Афраму Ультует Просто так Ну и все Тринь Невского Ну тут А Грагас Не может Развернуться Почему Потому что Здесь вышки Стоят СЛГшников Не будет же он Второй раз Через вышки Пробегать То есть Он и так Первый раз Еле-еле Убежал Теперь еще Второй раз Убегать Через эти вышки Ну это было Голупо Со стороны Рексайки Минус Шесть С половиной Тысяч И К сожалению Такая Красивая Серия Прервана Вот такой Дурацкой Игрой Где Сломались СЛГшники Не смогли Выйти на Пятую Игру С нормальным Настроем А это Вот Назревало Ребят Это действительно Назревало Это и Хай Говорил И Наверняка Еще Какие Нибудь Тут Подмечали Ребята Хай Я имею Ввиду Потому что Он дико Хороший Шаут Колер Он Всегда Говорил Бест Оф 5 Серия Заключается Ну Не в том Кто Выиграет Или Проиграет Первую Игру А в том Кто Кто Лучше Всех Приспособится На протяжении Всех Этих Игр Вспомните Как Имморталы Приспосабливались Проиграли Игру Синдри Что Они делают Они Пикуют Влада Потому что Влад Контрид Синдру После Этого Они Выигрывают Игру Но Чувствуют Что Жопа Была Жопа Была И они Банят Еще Одного Чемпиона Против Которого Им Тяжело Играть Я Сейчас Не Помню Кто Там Был Но Они Тоже Банят Синдру Оставляют Открытой Потому что Им Больше Бояться И Не Надо А Цел Гэшники Приспособились Только В общем В четвертой Игре В четвертой Они Сделали Правильные Баны В кои-то Веке А все Остальное Время Они Тех же Самых Чемпионов Банили Они Банили Том Кенча И Рамбла Том Кенч Рамбл Том Кенч Рамбл Чуваки Имморталы Даже Не играют Том Кенчем И Рамблом Как Б Рамбл Это Просто Периодическое Появление Хуни На нем Но Это Не Означает Что Вы Не Можете Победить Рамбла Есть Миллиард Вообще Контр Пиков К Рамблу Если Б Он Был Настолько Крутой Все Б Команды Мучились С Том Кенчем Или С Рамблом Вот С Том Кенчем Действительно Проблема Потому Что Если Вы Хотите Играть Через Ашу То С С Нем Тяжело Побороться Так У нас Ульта Со спины От Хухи Он Цепляет Хуни Но Хуни Получает Ульту Тарика И На этом Все Заканчивается Тортл Делает Килл Афраму Сейчас Тоже Убьют Нет Нет Афраму Отфлешивается Убегает Тортл Пытается Убить Стиксаев Флешивается На него Но Сразу Отходит Назад И Забайтился Даршан Дать Таун Так Тортл Точно Знал Назад И Вышка На него Не Сагрится Он Не Потеряет Урона Это Был Просто Байт Минус Еще Один Игрок Команды ЦЛГ Через Телепорт Хуни Возвращается И Это Минус Вышка И Ингибитор Уже На 24 Минуте И Не Хватает Дэмэджа Стиксаев Он Пытается Поддамажить Но Не Получается Тринити Форс Проки Слишком Сильные Плюс Еще Кдр Ботинки Поглядите Просто У всей Команды Еще Кдр Ботинки Ну Не У Трех Игроков Но Это Означает Что У них Флэши Еще Будут Откатываться И Самуни Спелы Чаще И Спелы Они Чаще Кидают Как раз Это Все Для Мидгейма Такого Сильного Быстрого Мидгейма В котором Они Разрывают В пух И Пракции Долгашников Пролетел Кухи Нажал Ульту Вроде Все Правильно Но Тарик И Уже Не Все Так Правильно А не Он Кстати Не Флэшился Флэш Здесь Потратил Из Реаль А здесь Он Сейчас Ешкой Перепрыгнет Да Он Попал Кушкой И Ешнулся Мне Показалось Здесь Сначала Что Он Флэшнулся Нет Он Ешнулся И Сразу Назад Побежал Джи 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 Гайз 10 Тысяч Отставания Это Не Отыгрывается Ну И Там Еще Полная Дизмораль Сейчас У Команды ЦЛГ Потому Что Они И Так То Не Смогли В равных Условиях Победить Этого Влада Как Теперь Убивать Влада В Таких Условиях Непонятно Не Приспособились ЦЛГшники Ну Сами Подумайте Пять игр Шен На топе Пять Карл Игр Шен На топе Четыре Игры Рексайка И было бы Пять игр Если бы В одной игре Реновер Не забрал Рексайку Это Не знак Качества Ребят Это знак Фейла Знак Качества Это если бы Вы 3-0 Сделали И все Три игры Сыграли Одним И тем же Билдом Ну Одними И теми Чемпионами Чемпионами 2000 Вард Поставлен Просто Дэмэдж Получают Реновер Бросает Это Дело Он боится Что Икс Митя Его пересматят Не хотят Вытрубливать Эту игру Они знают Что они Настолько Сейчас сильнее Что проще Просто развернуться И прогнать Их отсюда И дальше Продолжить Сноуболить А не Нашора Забирать Которого Ну Начали Не получилось Приехал Икс Митя И играет Смайт Войну Решили Проще Будет Отменить Нашора И все Потеряли На этом Они ничего Потеряли ХП Реновера Который Вон Уже Почти Восстановился Благодаря Адриану Про кого Они 6-0 Говорят Что-то Я не понял Про кого Они 6-0 Говорят Комментаторы Они там Сказали Что у Одного Игрока Я так понял Это не у Грока Это 6 Килов Подряд Они Сделали Вот это Наверное Они имели Ввиду Ну Это Да 6 Килов Подряд Было Такое Все Началось С одного Сноубола И дальше Конечно Же Уже Очень Сложно Выбираться Не Смогли Они Его Остановить Но Вообще Там 50 Тысяч Уже У Имморталов На Команду А Здесь Сороковник Только Это Очень Много За Столить Игру Конечно Можно Для Этого Желательно Как-то Подворовать Может быть Дрейка На Шару За Один Кил Обменять Либо Обменять Допустим Этого Дрейка На Шора Вот Как-то Так Только При Таких Условиях Можно Будет Что-то Добиться Ну Вот Сейчас Допустим Ну Тут Тарик Видите Пошел Вардер Оставлять Сейчас Допустим Если Рексайку Отправить К На Шору А Ну Грагас Уже Забрал Дрейка Вместе С Эзем Они Вообще Это Вдвоем Сделали Без Какого Либо Запаривания Ну Тогда Вообще Легко Ну Для Имморталов Игра Будет Складываться Дальше Так Вот А я Вернусь К мысли По Поводу Трех По Поводу Бест Оф 5 Если Вы Как бы Три Игры Выигрываете Одним И Тем Ж Пиком То Скорее Всего Виноваты Оппоненты Ваши Что Они Не Могут Приспособиться И Придумать Нормальную Контру К вашему Целому Пику А Если Вы Выиграли Проиграли Выиграли Проиграли И Вы Продолжаете Играть Тем Ж Самым Пиком И Это Не Клоус Игры Чувствуется Что Вы Где-то Проседаете То Значит Что То есть Вот Шен Например Он Ни разу Не Выиграл Линию Давайте Признаем Точно Ну Минус Минус Просто За Секунду С Тиксай Тортал С Тринти Так Вот Если Вот Взять ЦЛГшников Шен Ни разу Не Выиграл Топ Лейн За Весь Этот Матч Просто Ни разу Вопрос Нахрена Он Вообще Ну Пикается Ими Они Ни разу Толком Даже С ним Не Сыграли То есть Шен Игрался Только Потому Что Ну У них Было Глобал Пресс Ну Вы Поняли Пресс О Минус Хухи Ну Это Чет Просто Разбор Такого на шора иммортала не доделывают Это был просто байт Чтобы пришли сюда ЦЛГшники Вышли из подвышек И их разобрали на куски Имморталы Что и произошло 16 4 GG Вот Икс Метти На риксаике Сыграл Очень хорошо Ему можно оставлять риксаику Потому что Все матчи Он играл Ну На полную катушку Там Вот это Наверное игра Одна из самых Хреновых Его И даже здесь У него статистика Вроде не такая Отвратительная Относительно Всей команды Хухи Чемпионов Менял Правильно Делал Но вот Снова возвращаться К Мальзахару Который уже Не сработал Это неправильно Ребят По мне Это неправильно Ну да Вон Посмотрите На статс Икс Метти 2-2-2 Он сыграл Нормально Его команда У него 100% Килл Партиципейшн Да Он Почезил Грагаса Я не забываю Об этом Но Еще раз Я напомню Это было Индивидуальное Принятие Решений Он принял Неправильное Решение Он Почезил Это не в чемпионе Дело То есть Он бы на другом Чемпионе Почезил Там Был бы и на Эвелинке Тоже бы дальше Побежал На Казиксе Тоже бы туда Дальше Побежал То есть Как бы Это просто Принял неправильное Решение Это уже Другое А вот Пикать Мальзахара И в очередной Раз проигрывать Мид Зная Что ты уже Пикнул Мальзахара Как контроль К Владу И у тебя Не получилось Это ошибка Стиксай в этой игре Он вынужден Пикать был Северку Попытался он На Калисте Сыграть против Влада У него не получилось Второй раз На Калисте Он решил не играть Правильно Принял решение Северка Лучше всего Подходила Он ее пикнул Но Тарик Все сломал Тарик Один из самых Хороших Тарик и Браммон Это одни из самых Хороших Контр К Северке Очень тяжело Работать за Северку Против этих чемпионов Потому что Тарик Дает просто Бессмертие Вашим танкам Посмотрите Вот танк бежит И что от Северки Делает сейчас Ждать Все Она подождала Начала бить Вот по Тарику Нанесла урон Видели Не видели Она нанесла А он там есть Знаете Как в этом В меме Видите урон Нет А он там есть Он там был Ребят Ну и Ко Фраму Та же самая История В одной игре Он сыграл На Алистаре Но Сыграл вроде Неплохо Но не прокнула Игра Сама по себе Но там же Он мог кстати И на Брауме Сыграть Даже там Наверное лучше Было бы Браум Чем Алистар Но это ладно Но Браума Вон Такой Такой Ребят Был На линии Я вообще не видел Чтобы он что-то делал Многие на Брауме На линии Уже могут устраивать Гнобление Но у них правда Сетап Тут защиту его Можно сказать Дурацкий был У них был Джин плюс Браум Это на самом деле Отстой полнейший Но дальше В мидгейме В лейте Очень хорошо Браум заходит И вообще Браум классно Работает против оппонентов Потому что Вы донаете Адешника Особенно Если там Какая нибудь Севирка Какие нибудь там Из Реали Люцианы Вы их донаете Очень хорошо Они вынуждены Бить вас Но вот Вспомните Эти моменты Когда он там В Кассиопее Флэшится в нее Кассиопей в него Ультует Он щиток Забывает прожать И после этого Он нажимает щиток Когда она уже В него Ультануло Ну чувак Ну здесь разгром Понятное дело Все умрут Ни один игрок Не останется в живых Дабл килл Для дабл лифта Трипл килл Для трипл лифта И квадра килл Для квадра лифта Не будет Не будет квадра лифта У нас Даршан Говорит Я сплит пушить пойду Говно это ваша Игра Лига легенд Говно это ваша ЛКС Не хочу никуда ехать Ну что ребят Завтра Либо имморталы Отправляются На чемпионат мира Либо Клауд найна Имморталы сделали все Чтобы поехать На чемпионат мира Ну ладно Не все Они должны были победить Клауд найн Было бы проще Но они этого не смогли Поглядим Аноксы выиграли Да? Ну Гуд джоб Ой Здесь все закончилось 9-11 И видимо Это последний Файт был Да? Ой что Какое-то вообще Тут мясо Типец У этого парня Как будто вообще Нет дэмэджа А это нам Повторы показывают Это не финальный Файт был Это были просто Повторы Хайлайца Ну победили Анорексики Молодцы 5-3-8 Сыграл Бранд Даже возможно Больше Ну 5-3-9 Вот И 5-3-9 И осталось Ну наверное Сейчас Алистар Ворвется И 5-3-10 Станет Бранд Минус Грейвс Минус Алистар Бранд оба кила Сделал 6-3-10 И я не удивлюсь Что он топ-1 Дамэдж команды Бал Это конечно жесть Бранда против них Надо банить 1-0 Альбус Нокса Ну и все До сегодня Идем отдыхать Завтра Вечерком В 16 Встречаемся На Фанатике Ой блин Фанатике У меня все Фанатики в финале G2 Против Сплот Поглядим